Учитывая современные реалии, что вы посоветуете молодому человеку, чтобы избежать депрессии и остаться здоровым? Юрий. Молодому человеку. В принципе, разницы нет здесь в возрасте, но если говорить о молодых, есть базовые вещи. Первое. Нужно понимать свою основу. Кто ты? Откуда ты идешь? То есть свой смысл жизни, свою цель в жизни. То есть кто ты здесь? Почему ты здесь? Что ты здесь делаешь? И этот вопрос задавать себе как минимум раз в неделю. Куда ты идешь? Что ты делаешь? Свои базовые ценности. Постоянно инвентаризировать себя. Это не так просто, но это нужно делать. Потому что база — это понимание. Ниже фундамента не упадешь, ниже земли не упадешь. Следующий момент — это понимание ресурса. То есть то, что тебя питает каждый день. Ты должен помнить, что твоим ресурсом не могут быть друзья, не могут быть родители. Вообще люди не должны быть ресурсом. Люди — это те, кому ты даешь. Ну, правильнее сказать, те, кому Бог даёт через тебя. Твой ресурс — это Бог. Твой ресурс — это твой образ жизни. Это физические нагрузки регулярные, аэробные. Это грамотное отношение к питанию. Это качественный сон. Это все вещи, о которых мы уже говорили. Это нагрузки. Это контрастный душ, как постоянное возрастание стрессоустойчивости, регуляция по утрам. То есть ты делаешь контрастный душ, для тебя это закаливание. Это база, это ресурс. Отношения с Богом и эти вещи. В отношениях с Богом здесь очень мне нравится, Александр, кстати, вот этот псалом 41-42, в котором идёт лейтмотивом текст. «Что унываешь, ты душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду ещё славить Его, Спасителя моего и Бога моего». Это великолепный рецепт. Я прописываю эти псалмы каждому страдающему депрессией. Почему? Потому что там идёт повтор, как заведённый. Там идёт этот повтор, и очень он важный. Почему? Потому что уныние, часть депрессивного мышления, оно формирует порочный круг. И чтобы его прервать, там идёт разговор с самим собой. Что унываешь, душа моя, сам собой? Что делай? Уповай на Бога, потому что я буду Его ещё славить. И здесь идёт рецепт «прославлять Бога». Что такое прославлять Бога, здесь больше Александр расскажет. Но всё, что я понимаю в прославлении Бога, это делать своей жизнью, музыкой, дневником благодарности, который нужно вести всей своей жизнью, говорить «Господи, спасибо». То есть формировать позитивное мышление. Искать всегда что-то полезное в обыденном. Это профилактика депрессии. И последнее, так как ресурсом люди не являются, нужно очень хорошо поработать своим прошлым, если это прошлое травматическое. Если это не очень хорошее отношение с родителями, это проработать обязательно, прощение, доработать его, сделать так, чтобы, вспоминая о всех своих врагах и людях, которые причинили тебе боль, боли не было. Вот это очень важный момент, чтобы это ушло. Для этого нужно применять молитву за врага и разные техники прощения. Это колоссально важное понимание. Это развитие, понимание ключевых христианских концепций. Я как христианин и врач-психиатр говорю вам, нужно правильно понимать понятие ада, рая, вечных мук, вечной смерти. То есть это всё увеличивает риск депрессии. Конфессии, в которых люди верят в честилище, в том, что они будут вечно мучиться за три греха в жизни. Ну, где вы видели такого Бога, который будет наказывать за три греха вечными муками? То есть в них всегда, даже если буддизм, неважно, это даже пара христианских концепций или нехристианские религии, там всегда уровень душевных расстройств намного выше, риск суицида выше на 20%. Почему? Потому что у людей безвыходность. Это очень важные базовые вещи. Я уже говорил о правильном понимании благодати, Божьей любви, понимании вечной жизни, в конце концов. Огромное количество моих пациентов, баптистов, пятидесятников, харизматов, адвентистов, православных, они не верят, что они живут вечной жизнью. Они считают, что вечная жизнь — это подарок в будущем. Они вообще считают, что вечная жизнь — это бесконечное существование, с которым они ещё не знают, что делать. А в Библии же ясно написано, вечная жизнь — это знать Бога, да знают тебя. Сия же и жизнь вечная, да знают тебя и посланы того Богу. Или Царство Небесное, оно же не пища и не питье, и не какое-то там что-то награда. Это мир и праведность и радость. То есть научиться наслаждаться христианством, вот этим удовольствием, этим драйвом жизненным, когда ты просишь Бога жить в твоём сердце. Ну и последнее для американской молодёжи, что очень важно, я считаю. Как профилактика. Американская культура — это всё-таки всегда культура American Dream, американской мечты. Успех, развитие, продвижение. Хотя оно сейчас подсмазалось миллениалами, потому что постмодернизм. Ну делай, как считаешь нужным, вот живи вот так. Это, кстати, огромная проблема, которая является причиной роста вообще душевных расстройств. Когда люди утратили ценности, и у каждого своя ценность, у каждого своя правда. Но истина в том, что истина одна. Правда у каждого своя, но истина одна. И если ты живёшь на болоте, ты выбираешь себе из 180 гендеров любой. Но это же чушь. Никогда желание не было руководящим принципом жизни. Просто это очень удобно в кино показывать вот это мыло, эти сопли и так далее. Поэтому, или я так считаю, фраза. Я так считаю, это эгоизм. Потому что первая буква говорит уже обо всём. Это всё приведёт к депрессии. Потому что понятие успеха в американской мечте, Вадим, это и самое большое преимущество, и самая большая проблема. Потому что в качестве профилактики успех — это разрешить Богу жить в твоём сердце. Это понимать парадоксы Библии. Хочешь быть успешным — отвергнись себя. Хочешь быть успешным — твоя душа, ты должен потерять свою душу. Хочешь быть успешным — семя, пока не умрёт, не принесёт плода. Хочешь быть успешным — будь нищим духом. Хочешь быть успешным — ты должен плакать. Хочешь быть успешным — становись на колени. Это самая лучшая поза для победы. Понимаешь? Вот эти вещи. Хочешь получить покой от своего тревожного расстройства каждый четвёртый подросток? Прочитаем от Фея 11.28. Приди со своим тревогой, и я тебе дам покой. Приди со своим беспокойством, и отдай право тревожиться мне. То есть работа над собой. То есть успех — это разрешить Богу трудиться в тебе, а не сказать «Господи, дай мне силы, и я побежал сам дальше делать». Ничего мы в этой жизни не можем без Бога. Мы даже сердце не можем заставить биться. Мы вдохнуть не можем без Него. Мы пошевелить пальцем не можем, потому что всё это электрические наши импульсы. Всё это исключительно чудеса работы человеческого тела. Мы не можем в туалет сходить, извините, без Бога, как бы это странно мне звучало. Мы не можем вспотеть. Мы не можем повысить, понизить уровни гормонов. Я наивно думаю, что я добился успеха. Я поступил в колледж, я поступил в университет, я сделал карьеру. Безумец. Спасибо большое, Юрий. Вдохновляйся Христу. Александр, ваш совет молодёжи. Мой совет заключается в следующем. В книге Левит очень интересно написано. Если будешь жить по заповедям моим, то я тебе пошлю успех, благословение. Когда мы заключаем завет с Богом, если мы живём в завете, если мы ходим с Богом, у нас будет успех. Если мы возгнушаемся Богом, то первое, что насылается, чахлость и горячка. Горячка – это физическое воспаление организма, температура. А чахлость – это душевное состояние. Если мы отступаем от Бога, не живём по Божьим заповедям, если нам не хочется, не интересно, с этим постоянно приходится сталкиваться. Особенно, когда имеем дело с молодёжью, часто вот такая вот апатия. Депрессия, она начинается вот с такой апатии. А мне это неинтересно. А что тебе интересно? А человек не знает очень часто, что ему интересно. А какую ты профессию хочешь выбрать? А я не знаю, какую профессию. Когда человек не знает, что с собой делать, это проблема. Она заканчивается депрессией. Потому что, как это предсказано, есть благословение, вот ты можешь выбрать благословение, идти с Богом. А есть проклятие. Если ты находишься с Богом, если ты пребываешь в Слове Божьем, если тебе интересны духовные темы. Вот я скажу, у меня был интересный пример в жизни, что американцы, они очень любят понятие взаимоотношений. И вот Бог для них это тот, кто имеет взаимоотношения. Они говорят, God is relational being. То есть Бог тот, который имеет взаимоотношения. И вот мне один мой хороший пастор, с которым я работаю, он старше меня, я обращаюсь к нему за определенным духовным советом. Он когда-то мы вели разговор о каких-то людях, он говорит, а вот надо узнать, как у них есть отношения с Богом или нет. Я ему задаю вопрос, Дэвид, скажи мне, пожалуйста, а как ты, по каким ты критериям будешь знать, есть у человека отношения с Богом или нет. Где у тебя критерий? Он говорит, это элементарно, послушай, о чем он разговаривает. То есть если человек разговаривает о Боге, значит, у него есть с ним отношения. Если человек разговаривает о всем, чем угодно, значит, и о Боге вообще не разговаривает. Так приходит, может, церковь там посидит, посмотрит, поиграет в мобильный телефон на проповеди. То это значит, что у человека нет отношения с Богом, потому что у него нет никакого интереса к Богу. А потом он не знает, что с собой делать. Я еще хотел сказать, у меня такая аналогия всплыла, пока Александр говорил. Это для молодежи именно. Вот представьте себе шахматную доску, белые, черные клетки. Шахматы. Есть белые фигуры, есть черные. Вот так и в жизни. Есть белые, есть черные. Если ты на белом поле, то очень странно будет, если ты будешь белая фигура на черной стороне. Такого не бывает. Ты на белых клетках. Ты там. Вот это важно понимать. Даже если ты оказываешься на черной стороне, то для того, чтобы победить, чтобы Бог через тебя побеждал. Теперь я перенесу это в реальность. Мой совет молодежи. Избегать культуры, где дьявол очень близко. Культура аниме, культура кей-попа, культура светской музыки, культура того, о чем ты не будешь говорить, как вот Александр сказал. То есть, если ты питаешься из правильного источника, строишь отношения с Богом через Его Слово, тогда у тебя не будет вопросов, как не попасть в депрессию. А если ты следуешь за злом, тогда эта тема будет для тебя актуальной.